Девушки отдыхают У нас образцово-показательная разделка дикого кролика или зайца в природных условиях, без почти вспомогательных средств. Шутка. Просто покажем, как в Канаде разделывают зайчиков. Перчатки одноразовые, хорошее изобретение. Шкуру просто берешь возле лапки, отрываешь и потом пытаешься снять чулком. Зачем мы включили камеру и зачем показываем? Дело в том, что процедура эта очень быстрая, обычная и не занимает много времени. Но сегодня у нас исключительная ситуация. Мы поехали на охоту и не взяли с собой нож. У нас нету ножа. Итак, разделываем мы зайца без ножа с помощью вспомогательных средств. А вспомогательным средством у нас является в данном случае обнаруженная под сидением универсальная вещь под названием топор. Так, голову отрубили. Шкурки никто не собирает. Птички будут рады. Что еще? Теперь нам нужен нож, чтобы вот здесь вот сделать разрез. И косточку немножечко прорубить. Что мы успешно сделали, потому что у нас очень большой навык работы с топором. Так, теперь мы разрываем просто потроха и выбрасываем все содержимое. Окончательная обработка уже будет дома. Можно оставить почки, можно оставить печень, можно оставить легкое, сердце. Это на любителя. Тетя Оля очень не любит эти вещи. Не разрешает мне их оставлять. Вот эти остатки мы не сорим. Просто это птички и звери в природе будут очень рады. Завтра здесь уже ничего не будет. Грачи, вороны, сороки, койоты. Они это мигом все подберут. Поэтому мы сильно так не убираем, куда-то не закапываем. Гуси полетели. И так, лихо делая разрез. Иметь нож, конечно, хорошо. Но если нет ножа, то не нужно сдаваться. И не нужно вести зайчиков неразделанными домой. Можно использовать подручные средства. Подержите, Оля, пожалуйста. Так, раз, и два, и три, и четыре. Ох, этот был голодный, наелся. Все, все четыре зайчика. Все-таки возьмем, уберем немножко в сторонку. Вот и все дела. Вот так вот иногда придурки разделывают зайцев в Канаде, когда нет ножа. А если серьезно, то их действительно так разделывают. Снимают просто шкуру чулком, разрывая ее возле их задних лапок, ничего не изобретая. Я когда первый раз увидел, я чуть не прослезился. Я говорю, ребята, а как же так? А как же мои часовые, полуторачасовые операции в России, когда я с помощью ножа подвешивал зайца, я аккуратно его разделывал, снимал шкурку. Они сказали, ну не знаем, не знаем ваши проблемы. Просто на охоте застрелил зайца, чик ободрал его, закинул там в рюкзачок или куда-нибудь и пошел дальше. Ну, до свидания. Привет от мясников. Продолжение следует...